Кукшетамский государственный университет имени Шуканова-Леханова уделяет большое внимание поддержке абитуриентов из малообеспеченных семей. В настоящее время 411 человек обучаются по гранту Акима области. Выделяются и дополнительные в рамках поручения Эльбаса. Стоит отметить и рост числа обучающихся многопрофильного колледжа, что при ВУЗе. По сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 56%. Из 750 студентов более 80% обучаются по госзаказу. Сегодня в образовании происходят большие реформы. В частности, в рамках пяти социальных инициатив Ельбаса, порученные ежегодно дополнительно выделять гранты. Но я считаю, что нужно учитывать время и востребованность тех или иных специальностей. Тогда и молодежь после окончания университета беспроблемно будет трудоустраиваться. И надо сказать, здесь обоюдная ответственность и государство, и студенческие молодежи. По-моему, необходимо выделять гранты в той области, в которой в дальнейшем могут отразиться на повышении экономики страны, социальной сферы и так далее. Выделение дополнительных образовательных грантов – это шансы поступить на бюджетное отделение, получить профессию своей мечты и стать высококвалифицированным специалистом. Для этого сегодня созданы все условия. Педагоги повышают квалификации, пишут исследовательские работы, университеты, колледжи оснащаются по последним технологиям. Предоставляется возможность обмена опытом с передовыми зарубежными вузами. Инициатива по развитию образования в Республике Казахстан Ельбаса, конечно, актуальна. Наш вуз в этом направлении делает много. Мы получаем новые знания, работаем в сотрудничестве с местными, зарубежными и республиканскими научно-исследовательскими учреждениями, публикуем сейчас статьями в журналах с высоким импакт-фактором и показываем результаты своего труда и поднимаем рейтинг как в уже, так и в республике. Инициативы первого президента не требуют особого представления. Они знакомы всем гражданам страны, потому что затрагивают интересы не только студенческой молодежи, молодых специалистов, среднего класса, но и каждой казахстанской семьи.